Понимите, что вот сейчас в современной культуре, особенно я смотрю в Израиле, люди не живут вместе, они просто встречаются и как бы называют друг друга друзьями там или как-то еще. Это очень опасный стиль отношений. Или с человеком надо, особенно женщина должна это понимать, или сразу договариваться, что мы вот гуляем просто и какое-то время потом расписываемся, или вообще до свидания. Потому что иначе происходит интересная вещь. Когда мужчина пользуется женским телом, но при этом не берет за нее ответственность, то есть не заботится о ней, не создает ей совместную жизнь и так далее, то это очень греховно. И женщина не должна ничего этому мужчине по факту. Она должна ему ставить условия. Или мы расписываемся, или до свидания. Потому что такой стиль жизни, когда женщина отдает ему свое тело, этому человеку, что она теряет? Она теряет красоту, она теряет силы, она теряет время, потому что она привязана к этому человеку, больше у нее никого не будет в это время. То есть ее сердце занято тем, кто не выполняет перед ней свои обязанности. Она теряет время на зачатие детей, потому что с возрастом это становится тяжелее сделать. Она теряет свои женские силы, потому что чем больше женщина живет с кем-то, с каким-то человеком, тем меньше у нее красоты. Остается она то, чтобы привлечь кого-то другого. Он забирает всю ее красоту. Спрашивается, с какой стати она должна с ним дальше строить отношения, если он никаких обязательств перед ней не выполняет. Хорошо, сейчас ставьте условия. Закончился тяжелый период. Замечательно. Условия. Или вы вместе, или до свидания. Но проблема ведь не в нем, вы видите же, правда? Проблема в вас. Вы к нему сильно привязаны. И не хотите до свидания. Вы готовы унижаться. Готовы все, что угодно, лишь бы быть вместе. А он этим пользуется и диктует вам свои условия. Это называется греховная жизнь. Вам надо перебороть себя, заставить себя ставить ему условия. Потому что если вы ему поставите условия сейчас, то он реально может вас взять замуж. Если пройдет еще 3-4 месяца, то он вообще уйдет от вас. Он сейчас хочет расстаться. Но он привязан к вам. Если вы сами ему поставите условия, то он тогда вас начнет оценивать. Потому что когда человек, мужчина, пользуется женщиной, то она теряет силы. Ее чувство собственного достоинства тает, и красота ее тает. Когда женщина, наоборот, как бы находится под защитой, она находится в семье, то она становится красивой и достойной в результате, сильной. Она становится сильнее мужчины даже. И может ему там права качать. Но как-то с ним вести себя, как она хочет. Но когда женщина в таких условиях, она теряет силу, теряет красоту, и это мужчине, она перестает нравиться. И он тогда с ней как хочет, так и поступает. Он говорит, я буду так себя вести и так. Она на все согласна. Вы потеряли себя. Вам надо восстать против этой ситуации. Восстать. Этот человек или будет вашим, что маловероятно, или уйдет от вас, что скорее всего. Но если сейчас вы не будете ставить условия, будет еще хуже. Да, или ты женишься на мне, или никаких больше отношений, все. Вы ему говорите, или ты честно живешь со мной, не греховно, а честно. Или мы находимся на расстоянии и не общаемся. А он сам решает, уходит он от вас или нет. Вы просто делаете дистанцию. Понимаете, в современной культуре люди не понимают, что даже в личной жизни женщина, если муж бьет, ведет себя по-хамски, изменяет, она может жить отдельно, но при этом говорит, я твоя жена, когда захочешь жить правильно, будешь жить со мной. Не захочешь, живи отдельно. Но она от него не уходит. Если он сам умотает, это его личные проблемы, это его карм. Пожалуйста, приходи в себя. Приходи в себя. Близких отношений никаких нет, пока ты приходишь в себя. Приходишь в себя, расписываешься дальше, близкие отношения. Никто не против, пожалуйста, приходи в себя, мы ждем, когда ты придешь в себя. Все. Можно встречаться, общаться, но никаких близких отношений. Видите, я когда вам это сказал, вам стало тяжело. Почему? Потому что вы находитесь в зависимости от человека, который не хочет брать, будьте сильнее, станьте сильной женщиной. вы не зависите от этого мужчины, вы достойны лучшего. перестаньте быть униженной. Перестаньте ждать этого человека, зависеть от него. Если вы будете дальше так вести, вы его по-любому потеряете, по-любому. Вам надо сейчас восстать против этого состояния. Мужчину всегда надо уметь воспитывать, быть сильнее. Никогда не надо бояться потерять человека во имя справедливости и правильной жизни. Но никогда не надо бросать. Надо просто ставить на место, жить отдельно, ставить условия. Всегда, но никогда не надо бросать. И никогда не надо унижаться.